Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, и с вами бизнес-завтрак на радио Медиаметрикс. Меня зовут Роман Дусенко, и мы вновь новым способом стараемся найти еще одни инструменты управления и повышения эффективности управления людьми. Почему это так важно? На самом деле вопрос очевиден. Все, что у нас есть с вами, это результат. И каким образом мы приходим к результату, зависит от того, каким инструментарием мы обладаем. Если посмотреть на плейлист всех наших программ за последние два года, то вы, по сути, получите курс мини-МБА, причем с лучшими профессорами, потому что не все из наших спикеров могут быть доступны в обычной жизни. Мы стараемся делать так, чтобы эти люди привносили нечто свое, свое важное, очень ценное для того, чтобы мы развивались. И сегодня у меня прекрасная гостья, очаровательная Людмила Сарычева, которая является соавтором книги «Пиши и сокращай». Доброе утро. Доброе утро. Ты главная по словам. Не совсем. Я главная по смыслам и подаче информации. Классно. Слова – это не всегда то, во что преобразуется информация. Подсмотри, казалось бы, простая вещь. Ты получаешь смс-ку, да? Да. И там написаны слова. Но ты всегда понимаешь, какой смысл заложил в нее человек. Гневная, нежная, там, я не знаю, призыв, какая угодно. Вот как-то это, за счет чего просто буквы, сложенные в определенном порядке, да еще и как бы воспринятые другим человеком, обретают смысл. Мне кажется, не совсем так, потому что, когда получаешь смс-ку, можно как раз неправильно считать настроение, и в этом сложность текста. Потому что очень важно делать так, чтобы текст читывался однозначно, чтобы не казалось, что когда там в тексте текст на самом деле нейтральный, чтобы он не казался гневным, обиженным или там с пассивной агрессией, что-то такое. То есть, получается, твоя задача слова таким образом упаковать, чтобы смысл, заложенный отправителем, отразился в голове у получателя. Да, чтобы он считывался однозначно. Окей. Как это достигается? С какими примерами? И почему это так важно? И почему ты этим решила заниматься? Может быть, вкратце расстанешься свою историю? Ну, с чего началось? Это с того, что я просто работала журналистом в газете. О чем ты писала? Я писала о криминале. То есть, ты знала все происшествия, да? Ты брала интервью представителей криминальных сообществ. Ну, не только о криминале, вообще все, что происходит в городе. Я в Рязани работала, в Рязанской газете, и в Рязани довольно мало событий происходит. Надо было делать, чтобы их было больше. Да, но все, что происходит, мы с моим коллегами писали. Ну, криминал – это была постоянная рубрика наша. И дальше? Что произошло? Потом я перестала работать журналистом, ушла работать в банк. И в банке я запустила собственную рассылку корпоративную. Я отправляла письма с новостями из нашего отдела. Потом на эти письма подписались другие отделы, все ее читали. Ко мне приезжал начальник из другого города и говорил, я хочу с тобой познакомиться. Ну, а потом я поняла, что все-таки работать в банке аналитиком – это не совсем мое. И все-таки я хочу писать, заниматься подачей информации. И стала, устроилась работать автором-редактором в Мегаплан. И вела рассылку Мегаплана с Максимом Ильяховым. Потом стала еще несколько проектов вести. Потом стала вести курс по редактуре. И сейчас работаю главредом в Модульбанке. И мы запустили издание для предпринимателей год назад, которое называется «Дело». И сейчас это мой основной проект, но есть еще несколько параллельных. Хорошо. Давай попробуем разобраться, а почему, собственно говоря, мы с тобой решили обсудить вообще понятие слов, редакции, не знаю, всего этого вместе взято для того, чтобы каким-то образом улучшить управляемость. Ну, наверное, слова имеют некие потребители. Это внешние потребители и внутренние. Внешние – это, наверное, клиенты. Давай, может быть, с них проще начать. Все-таки, почему так важно клиентами однозначное восприятие того, что им сообщает компания? Потому что это сильно влияет на репутацию бренда. Ну, или не бренда, а вообще компании. Одно дело, когда ты звонишь по телефону, и тебе говорят, наш звонок очень важен для вас. А другое дело, когда сразу дают какую-то полезную информацию. Еще лучше, когда эту информацию не дают вообще, а сразу берут трубку. Но это уже такая перестройка процессов. Или когда приходит смс с сухим текстом, с канцеляризмами, таким официальным языком. Или очень простым, как мы сделали модуль банки, например. Мы пишем не осуществлен перевод между счетами, а вы перевели между счетами 100 тысяч рублей. Да, мы сегодня утром с тобой поковырялись в моем телефоне и поняли, что там некоторые наши банки отличаются очень высокой клиент-ориентированностью. Мало того, что мы живем в России и до сих пор получаем латиницей. Да. То есть, видимо, это невероятно сложно. Ну, причем латиница в очень хорошем банке. Да, причем в том, в котором миллионы и миллионы долларов тратит на IT. А вот простая вещь отношения к клиенту. Ведь, получается, все это является глобальным словом сервис. И, ты знаешь, я сейчас достаточно серьезно погружен в тему сервиса, и мы с одной компанией сейчас ведем активную трансформацию внутри их. Но мы начали с того, что поменяем отношение людей к самим себе и к клиентам. А оказывается, можно даже просто занимаясь упаковкой слов. Помню, когда-то я еще занимался, в свою очередь, когда банком, первое, что я сделал, решил поверить тарифы. И сколько, господи, я нашел там проблем в этих тарифах. Несосгласованность, разные падежи, непонятно, отсутствует логика. Мы максимально упрощали. Но, наверное, я так понимаю, ты тоже с тарифами каким-то образом работал? Тарифы – это вообще моя любимая была задача в модульбанке. Ну, и сейчас я продолжаю заниматься. Потому что тарифы – это, мне кажется, самая вообще адовая вещь во всех банках. Ну, это как меню в ресторане, да? Меню – это нормально. Меню всегда понятно, там очень просто написано цена, там нет сносок, и шрифт там обычно крупный. С тарифами всегда все плохо. Там тарифы на две страницы, еще на пять страниц сноски. То есть, я видела тарифы банковские с семью-десяти сносками. Я видел тарифы, которые, например, у крупнейших банков, не будем их называть, несколько десятков листов. То есть, там упаковать их достаточно сложно. Там тоже можно разобраться. И самое главное, что по тарифам клиент принимает решение, сотрудничать с банком или нет. И если такие тарифы сложно написаны, если у них столько сносок, то это не вызывает доверия, не помогает принять решение. Вот в модульбанке мы сделали вообще тарифы вообще без сносок, там нет ни одной сноски. Написали тоже крупным шрифтом, очень человеческий текст. Я сама сверстала все таблицы и сделала так, что очень легко ориентироваться в этих тарифах. То есть, там написано без всяких данной операции. Вообще слово операция мы не используем. Мы пишем перевод, платеж, и мы сформулируем эти тарифы так, как их говорит клиент. То есть, на человеческом языке. На человеческом простом языке, крупным шрифтом и без сносок. Это вообще моя большая гордость, что на банковском рынке появились такие тарифы, которые так легко читаются. Классно. Давай немножко вернемся к смыслу. Сегодня ты, главное, по смыслам, с точки зрения, если ты приходишь в какую-то компанию, ты помогаешь им донести вот этот вот без шумов изначально заложенную идею, коммуникацию, смысл через слова. В целом, все это называется влиянием. Я достаточно серьезно сейчас пытаюсь проанализировать модели влияния на людей в рамках компании, для того, чтобы люди разделяли то, чем занимается компания. Они делали это, исходя из страха, что их уволят, если они делать не будут. Ну, наверное, ты понимаешь, да? Когда ты сталкиваешься с каким-то человеком или с компанией, тебе улыбаются. На самом деле, ты чувствуешь, что человек это делает неискренне, и у тебя тоже состоит такое состояние. Все, что нас окружает, это какие-то сообщения. Месседжи. И в этих месседжах заложен смысл. Почему так важно для компании иметь правильные месседжи, выраженные в словах? По отношению к клиентам, по отношению к коллегам. Вот с чего все должно начинаться? Ведь я вспоминаю себя, когда, ты знаешь, я, помню, первый день пришел на работу в банк. Мне дали кучу документов, в которых я просто зарылся. Они абсолютно не связаны между собой. Писали их там тысячи разных людей, потому что их увольняли в процессе. Вот что бы ты порекомендовала? Ведь наша программа носит практический характер. С чего начинается работа со смыслом в компании? Ну, во-первых, начинается с того, что вообще какая культура в компании. Потому что сделать тариф без сносок я смогла только потому, что я их практически не согласовывала. То есть, я сделала, показала Якову Новикову, директору банка. Просто в чате мы обсудили, в телеграме, все. И это было там за два часа. Мы за два часа обсудили и выкатили эти тарифы. То есть, я не согласовывала вообще. Если бы я пришла в какой-то крупный государственный банк, я бы этого не сделала просто за год. Да, и не позволили бы. Поэтому здесь дело даже не в месседжах, а вообще в культуре корпоративной. Вот, и, ну, эту культуру, если она такая устойчивая, такая ценная для клиента, ее как раз очень важно правильно доносить. Вот, и это такая большая работа. Когда приходишь в компанию, и там уже очень много всего связано с коммуникациями, это очень большая работа все это распределить и понять. Разгрести. Разгрести, да. С чего надо начинать? Вот, представь, вот сейчас нас смотрит очень много людей, компаний, они по всей стране. Вот в какой-то небольшой компании есть там директор, который является и чаром, и главредом, и всем-всем-всем-всем-всем. И вот он понимает, что у него есть и приказы, и распоряжения, и положения, и прайс-листы, и коммерческие предложения. С чего начать? Начать с того, что поработать просто. Когда я пришла в модульбанк, я полгода просто вообще разбиралась со всем, что есть в компании. И я смотрела, как работает поддержка. Я сразу открыла счет в модульбанке, я поддержку специально терроризировала. Я им задавала очень провокационные вопросы, я на них ругалась, скандалила и смотрела, как они реагируют. Вот, я собирала вообще все-все-все проблемы. То есть, ну первое, это собрать вообще все проблемы, которые есть. Наши ректорами дают мне сигнал, что можно показать обложку твоей книги. Видимо, там собрано много разной информации, которая-то была. Скажи, пожалуйста, основная идея этой книги. Основная идея в том, что надо концентрироваться не на словах, а на смысле. Ну вот все, о чем мы с тобой продолжаем говорить, да? Да. А в этой книге есть какая-то структура? Есть, но она поделена на главы, да. Мы начинаем, как раз книга начинается с того, какие писать слова. А потом мы рассказываем, что, ну вообще-то это не важно. То есть, сейчас с этой книгой проблема, что люди читают первую главу и думают, что все, и они теперь все знают. На самом деле, я всех, кто сейчас нас смотрит и слушает, призываю читать эту книгу целиком. Потому что после первой главы там гораздо более ценные, важные вещи, которые очень хочется принести. Прекрасно. Кстати, мы готовы подарить экземпляр книги человеку, который напишет нам самый интересный комментарий к нашему эфиру или самый интересный вопрос тебе задаст. Хорошо. Итак, возвращаемся. Мы начинаем с того, что мы разбираемся с тем, что у нас есть. Разбираемся с проблемами, которые есть. А как идентифицировать проблемы со смыслами? Это хороший вопрос, и он непростой. Ну, во-первых, надо просто, надо немного быть над вот этой корпоративной культурой. И, ну, там, не над культурой, а вообще немного смотреть сверху на компанию. Где мы можем взять эту информацию? От общения с клиентами, от общения с коллегами? Общение с клиентами – это, ну, самый главный источник. Вот, но дело в том, что когда предприниматель смотрит на текст, который у него есть, он все в нем понимает. Сто процентов, как и руководитель, ему все понятно, да. Да, как руководитель, он знает все об этом, и лучше, ну, он знает вообще лучше всех. Это называется в менеджменте, знаешь, такое проклятие знания. То есть руководитель, который постоянно работает над проблемой, думает, что все вокруг настолько же погружены в это. Да, и обязательно как раз нужен человек со стороны, который скажет, так, вот здесь у вас слишком сложно написано, вот здесь надо немного раскрыть, вот здесь это вообще не нужно, и вот это можно выкинуть, потому что это не влияет на смысл и на ценности, которые мы хотим. Скажи, пожалуйста, буквально, наверное, на секунду уйду, ведь не все умеют писать, кто-то умеет говорить, а вот умение излагать мысли письменно, это можно как-то развить этот навык? Мне кажется, что все умеют писать, только в школе этот навык нам как-то... в школе нас приучают к мысли, что писать это напряжно. Напишите сочинение, чтобы там было как можно больше однородных членов, чтобы там какие-то слова хорошие, эпитеты накидать. И в школе садишься писать сочинение, и становится напряжно, потому что ты начинаешь думать как раз над словами, и нужно тебе эту мысль выразить как можно более сложно. Потом люди взрослеют, сталкиваются с какими-то газетами, официальными письмами, объявлениями, которые написаны ужасным канцеляристским языком. Вот недавно Мосметро повесило человечное объявление, сколько было вообще в интернете разговоров о том, что Мосметро теперь вешает объявления без канцеляризмов. Это что тут объявление было? О том, что эскалатор не работает. И там просто было написано, эскалатор не работает, там какие-то такие числа, обещаем работать быстро. О, появилась какая-то человечность, да? Да, без всяких осуществляется ремонт. Приносим свои извинения. Приносим извинения, да. Вот, а люди, ну, мы всё время сталкиваемся вот с таким текстом, и поэтому кажется, что это нормально. И поэтому уже становится тяжело писать просто. Если бы ты дала возможность сейчас детям вот этот навык вырабатывать, что им, какую практику надо им внедрить? Вот как родители, мы чем бы могли помочь нашим детям, чтобы они начали писать правильно? Просить их писать что-то? Сочинения какие-то, рассказы? Ну, просить писать, и просить писать так, как они просто говорят. Как они говорят, то есть на языке общения. Не выдумывая ничего сложного, да. Но вообще, мне кажется, ещё очень важно читать. Слушай, я достаточно близко был знаком с экс-руководителем одной крупной сотовой компании, которая, к сожалению, сейчас уже не в России. И со временем он стал очень серьёзным внутренним корпоративным блогером. И я помню, как он учился писать блогеры, потому что человек, который учил его это делать, является моим знакомым. И это достаточно сложно. Где-то полгода-год прошло на то, чтобы руководитель научился писать языком, который говорят. Сколько, на твой взгляд, времени необходимо руководителю, чтобы научиться этому делать? Ну, смотря о каком руководителе речи, у всех по-разному. Яков Новиков умел писать легко сразу. Вот, то есть, когда я пришла в модульбанк, мы с ним сразу были на одной волне. Вот, с другими очень тяжело, например, даже донести, что надо говорить слово «деньги», а не «денежные средства». Всем кажется, что «денежные средства», ну, это же официально, это звучит важно. А на самом деле, людям не надо, чтобы с ними говорили «важно». Им надо, чтобы с ними говорили «просто». И, там, не пытались выглядеть как-то солидно, потому что это сразу напрягает. Супер. Люда, смотри, первый шаг – оценить ситуацию. Вот мы оценили, что у нас развал полный со смыслами. Что делаем дальше? Второй шаг. Второй шаг – начать придумать правила, по которым нужно… Куда обратиться. Да. Вначале было слово. Да. Сначала мы понимаем проблему, потом мы находим решение этих проблем. То есть, когда мы собрали проблему, что вот в какой-то компании будет проблема, что пишут слишком фамильярно, например. Там тыкают, а клиентам это неприятно. Кстати, сейчас боты, которые завелись, они начали тыкать. И прямо это как-то сразу не очень приятно. Ну, это всё зависит, конечно, от аудитории, от клиента, но бывает, что это неуместно. Например, в одной компании может быть слишком фамильярно, в другой – слишком официально. И вот с этой проблемой надо работать. То есть, нужно придумать… Я обычно в таких случаях сразу пишу инструкции, настраиваю… Человеческим языком? Очень человеческим. Например, приведи пример какой-нибудь. Вот как ты пишешь инструкции? Я очень коротко формулирую правила в одно предложение, а потом даю 10 примеров. Например, инструкции для гостя Радио Медиаметрис. Какие были бы? Мне кажется, у вас гости очень классные, мне нужны инструкции, они всё сами хорошо знают. Спасибо. Мне кажется, самое главное в инструкции – это много-много примеров, потому что… Как не надо или как надо? И то, и другое. У нас вся книжка на этом построена на примерах, и я тоже самое использую в своих инструкциях. Наверное, все деловая литература, бестселлеры имеются в виду, которые в мире продаются, это, наверное, примеры лучшего текста, да? Нет. Нет? Наоборот. Особенно переводные книги сейчас очень плохого качества, и надо очень сильно выбирать. Приведи пример, что можно посмотреть, чтобы взять за одно. Вот есть какой-то, например, СМИ, который тебе нравится с точки зрения смыслов? Мне скорее нравятся не целые СМИ, мне нравятся отдельные какие-то, ну, их выпуски. Хорошо, потом в комментариях к нашему видео накидаешь, пожалуйста, ссылок, которые тебе нравятся. Да, без проблем, да. Итак, мы с тобой выявили проблему, что дальше? Ну, придумаем, как её решить, формулируем. Ещё очень важно то, к чему, ну, вот я сейчас стараюсь приходить, это… Ну, инструкцию мало написать, её очень важно донести до команды, чтобы ей пользовались. Что значит донести? Место коммуникации или что там? Презентовать, показать, почему это важно, взять, как бы, команду, переманить на свою сторону. Потому что обычно, когда пишешь инструкцию, отдаёшь, это, естественно, воспринимают в штыки, потому что люди работали так, а теперь им нужно работать по-другому, ну, это напряжно. И очень важно донести до команды, что вот это поможет вам работать. Слушай, правильно ли я тебя услышал, что если мы все понимаем, ну, с точки зрения презентации, наверное, для большинства из нас понятна и ясна презентация айфона, например, как это делает Apple компания, да, с одной стороны, то есть всё становится ясно и понятно. С другой стороны, я, например, работал я в крупных компаниях, ты понимаешь, что там порядковые номера приказов всех остальных документов уходят за тысячи. Но, наверное, как ты правильно подметил, существуют какие-то наиболее важные, основополагающие документы, но, к сожалению, эти основополагающие документы в этой общей массе льются просто потоком. Вот какой критерий, на твой взгляд, является основополагающим документа для основополагающего документа, и как надо сделать презентацию, чтобы люди подумали, что этим документом теперь надо пользоваться? Ну, люди начинают пользоваться тогда, когда они понимают, что это им же поможет. Вот. Я, ну, вот написала редполитику, и как я её всегда, ну, помогаю внедрять. Когда ко мне приходит человек написать текст, а, ну, я не могу писать там весь текст компании, вот, я им говорю, смотри, вот есть редполитика, ты потрачишь на неё, если ты её прочитаешь, ты потрачишь сейчас 10 минут, а в будущем ты сможешь писать вообще всё сам и не обращаться ко мне. И ты будешь тратить в три раза меньше времени на то, чтобы написать какой-то небольшой текст. Вот. И, ну, обычно это работает, потому что, если я просто скажу, ребят, пишите сами, вот вам редполитика, я для вас её и написала. Ну, это просто неуважительно, это незаботливо, а, мне кажется, ну, самое главное, это заботиться о том, чтобы коллегам было удобно. Да. Класс. Слово копирайтер, да, или там продающий текст, это где? Это не со мной. А вообще? А в каком смысле где? Ну, вот с точки зрения внутренних корпоративных документов, должен быть ли текст, который используется там, продающим? Или там, ну, почему компании, особенно, например, рекламные компании, они все заинтересованы в копирайтерах? Или там любая компания, которая занимается коммуникацией с клиентами через внешние каналы коммуникации, социальные сети, у них обязательно в штате есть копирайтер. Чем это отличается от того, что ты делаешь? Я под продающим текстом, всегда, когда говорят, и все примеры, которые я видел, для меня продающий текст – это что-то тошнотворно, рекламно, навязчивое. То есть, купи, это вот классно, и когда эти тебе не дают право выбора, а именно навязывают. В моём мире важно писать честно о продукте, чтобы человек принял очень последовательно вдумчивое решение, и потом был сам им доволен. То есть, важно не просто рассказать… Это следующий шаг копирайтинга с точки зрения его диалектического развития? Пожалуй, да. И, ну, важно писать, если рекламируешь продукт, важно рассказать не только о том, почему он классный, а кому он ещё не подойдёт, например. Потому что человек, которому не подойдёт, но ему навязали, он же будет недоволен. А важно, чтобы покупатель принял взвешенное решение и захотел потом ещё и ещё обращаться. То есть, в моём мире надо писать текст так, чтобы он был настроен на очень долгосрочное отношение. Что это отношение не на одну ночь, а очень серьёзное долгосрочное отношение, когда ты формируешь лояльность и репутацию. Мне очень нравится английское выражение «стринг и тач» – отношение без обязательств. Скажи мне, пожалуйста, вот я недавно разговаривал буквально вчера с одним собственником компании, и он всегда взвешивает все какие-то нововведения, все идеи, которые мы обсуждаем через призму эффективности, через призму он инвестировал и хочет получить некий результат на эти инвестиции. Насколько быстро можно получить результат от инвестиций в правильные смыслы? Ну, смотря в чём эти смыслы доносятся. Если это просто смс-ки человечные, это очень быстро приходит результат. Даже, например, смс-ки о том, чтобы человек, он зарегистрировался на сайте, но счёт не открывает, и нужно писать смс-ку, по которой он откроет. Если написать её с канцеляризмами, ну, она сработает в данном банке, то она сработает с меньшей вероятностью, чем написать просто в человеке. То есть всё это элементы или циклы продаж, да? Вот в целом, если вот так рассматривать, то всё это элементы. Ну, это всё, да, про продажи. Но мне больше нравится говорить не про продажи, а про репутацию, потому что репутацию в итоге… Репутацию очень тяжело купить и очень легко испортить. Поэтому, когда работаешь на репутацию, это даёт такую гораздо более глобальную базу, которая как раз и ведёт, мне кажется, к продажам. Вот, и можно инвестировать в смс-ки, можно инвестировать в корпоративные издания. Смс-ки сработают быстро, корпоративные издания будут год-два и оккупации, но это будет долго. Но это уже формирование лояльности клиента. Это тоже лояльность, репутация и быстрых результатов ждать здесь не стоит. То есть всё очень сильно зависит от задач компании. Но по большому счёту любая коммуникация с текстом компании для клиента является точкой продажи или точкой непродажи. И вот как раз, наверное, третьим шагом, наверное, было бы создание некого общего контента, общего смысла. Кто должен придумать вот этот стиль общения компании с клиентом? Откуда это берётся? Из стратегии, из ценностей основателя? Я думаю, что основатель с редактором. Потому что основатель… Когда основатели и редакторы работают в одной команде, получается очень хороший союз. И потому что основатель очень хорошо знает про компанию, про то, какие ценности он хочет доносить. А редактор хорошо знает, как их доносить. И когда появляются вот эти два заинтересованных человека, искренне заинтересованных, тогда получается очень хорошее выстраивание вот этих коммуникаций. Могла бы ты ли привести какой-то пример обратной связи от клиента, который почувствовал разницу между тем, что было, и тем, что стало? И вот выразил через какой-то там комментарий, не знаю, или какой-то звонок, или вот просто в общении с клиентом? Ну, в издании дела очень часто пишут о том, что спасибо, ребята, наконец-то хоть кто-то пишет о бухгалтерии понятным простым языком. Тарифы, когда мы сделали, были хорошие отзывы, потом мы выиграли конкурс среди банков. Банков для бизнеса заняли первое место именно по тарифам, вот о том, какие они понятные. СМС-ки когда настроились, тоже в соцсетях были отзывы прям со скриншотами этих СМС-ок. Ну, мне это всегда приятно, но это возможно только благодаря как раз вот этому сильному союзу с основателями, с директорами, которые тоже в этом заинтересованы. То есть роль первого лица, вновь мы говорим о том, что она большая или основная даже. Да, но то есть не получится так, что нанял редактор и пусть редактор сам всё делает. Очень важно как раз работать вместе. Тут большая часть работы, конечно, делегируется редактору, не надо писать всё самому, но важно сверяться с тем, какие смыслы хочется доносить. Окей. У меня маленькая дочь, ей 6 лет, и мы с ней по вечерам читаем книжки. Мы, причём на удивление, представляешь, детские книжки, читаем, 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 там текст, 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 текст. И я говорю, папа, а когда картинка будет? Подожди, подожди, дай-ка я картинки посмотрю. Она теряет внимание. Мы сталкиваемся с этим достаточно часто, когда начинаем погружаться в какие-то документы. Я, конечно, с трудом представляю, например, описание какого-то банковского продукта в виде комиксов, но, наверное, так как тренды вообще мировые идут на сокращение объёмов информации, на переход в сжатый контент, всё через гиперссылки, всё остальное. Как можно, вот я тебе, наверное, перенесу сейчас в то состояние, когда ты тоже, наверное, вышла первый день на работу на свою, где-то там, когда ты работала, и тебе дали правила внутреннего распорядка, там регламент работы, твой должностная инструкция. И это всё ты уже потом через час у тебя уже плывёт всё перед глазом. Как уметь удерживать внимание как клиента со всей внешней коммуникацией? Вот, а потом мы с тобой поговорим о коллегах, вот как делать внутренние документации. Ну, да, в 2018 году очень странно выпускать просто текст и рассчитывать, что его прочитают, хотя… На 20 страниц. Да, но я уверена, что человеку, если ему важно это прочитать, если ему полезна тема, он, конечно, прочитает и 20 страниц. И даже скучный текст прочитает, если у него сильная мотивация. Отребность, да. Да, там нашёл, придумал, что у него какая-то болячка есть, он идёт в медицинское издание, какой-то и читает его там, да, каким бы ни был текст. И становится врачом в своём сознании. Но работа редактора, главного редактора как раз в том, чтобы придумать механизм, как затянуть читателя прочитать текст и заставить его прочитать. И, ну, это очень большая тема. То есть, ну, здесь существует много таких редакторских методов. Например? Например, иллюстрации, заголовки, подзаголовки, то, как заголовки связаны с подзаголовками, элементы на полях, какая-то крупная цифра на полях, ссылка на полях, справка на полях, цитата внутри статьи, какая-то плашка с примером. Это всё заставляет читателя, ну, погружаться в текст. Естественно, ну, я никогда не рассчитываю на то, что человек пришёл читать статью, и он её читает от начала последовательно до конца. Скорее всего, он будет проматывать, проматывать, пробежится по подзаголовкам, по вот этим всем элементам и примет решение, стоит ли ему читать остальной текст. Он пробежится, скорее всего, по абзацам, которые его заинтересовали. Вот, и, ну, и задача редактора в том, чтобы расставить ему ловушки, которые заставят его в итоге прочитать текст целиком. Управление вниманием, да? То есть мы, по большому счёту, наша цель взять это внимание и ввести это, как нам нужно, чтобы донести тот самый главный смысл, который, ведь, на самом деле, управление вниманием, оно везде. И в выступлениях, и в нашей программе мы тоже поставимся придерживаться какой-то структуры. Скажи, пожалуйста, то есть получается, что открывая какой-нибудь хороший, ну, не знаю, там журнал глянцевый, правильный, да, будет говорить, наверное, какой-то там мировой, то мы увидим именно там вот всё, что ты сказал на практике, да, оформление статей там или какой-то хороший блок корпоративный там или ещё что-то, где видно, как можно поучиться. То есть не всегда, где там, где, кстати, можно взять информацию о том, как уметь управлять, работать со смыслами? Очень хорошая книга есть «Редактируем дизайном». Там как раз всё о том, это больше рассчитано на, ну, издания печатные, но все эти принципы применимы и в вебе. Вот, ну, и вообще это тема целой книги отдельной, и я думаю, что… Это разделится книга 2 будет у тебя, да? Книга 2, да, и я думаю, что, ну, мы её напишем о том, как управлять вниманием. Окей, смотри, мы подошли к тому, что мы, ну, такая наша структура. Значит, мы берём в компанию, смотрим, что происходит. Общаемся с клиентами, общаемся с коллегами, получаем кусок проблем. Садимся с основателем и говорим, а как мы хотим эти проблемы решать? Какие у тебя ценности? Какие у тебя есть важные смыслы, которые ты хочешь донести? И пытаемся все наши тексты причесать под какое-то вот, ну, смысловое направление, говоря человеческим языком. Какой эффект наступает и через сколько примерно может наступить такой эффект от нашей работы? Очень наплывчатый вопрос, на который трудно ответить. Это же всё зависит от того, какую информацию мы доносим. Ну, как понять, что мы на правильном пути? Мне кажется, по внутренним ощущениям. Нравится, не нравится, прёт, не прёт. Всё, если кажется, что всё супер, то, ну, надо продолжать. Можно, ну, как дополнительный ещё источник, это, конечно, отзывы от клиентов. Но я иногда, наоборот, стараюсь не читать отзывы, чтобы не сбивать свой курс. То есть мне кажется, что вот правильно так, вот, и, ну, моя команда, у меня есть команда редакторов, и они собирают отзывы, отвечают на письма и, ну, могут мне что-то передавать, рассказывать. Вот, они с этим классно работают. Я с этим стараюсь напрямую не сталкиваться, потому что, ну, вот вчера опубликовали в соцсетях как раз одну из наших внутренних инструкций по, ну, по тому, как писать сообщения клиентам. Там, естественно, в комментариях люди начали прикапываться к каким-то словам, к опечаткам и ещё что-то. И, ну, если на это всегда обращать внимание, есть риск очень, ну, сбиться с курса и, там, начать переживать, а не о том, о чём нужно переживать. Вот, поэтому если прёт, если внутреннее ощущение, что всё круто и прям вот нравится, мне кажется, ну, это очень важно. Слушай, у меня есть один мой знакомый, который достаточно активный и известный человек, и вот он иногда в эмоциях пишет там пост какой-то в соцсетях, и, там, какие-то умники, там, постоянно пишут, а вот вы бы вообще грамматику для начала проверили, прежде чем писать? И у него реакция, она очень простая. Слушай, говорит, я пытался донести смысл, эмоции, чувства, что есть сейчас. Я не в состоянии потока не был уверен в том, что я должен отвечать за грамматию. Насколько грамматика русского языка должна, безусловно, присутствовать, знаки пунктуации, всё-всё-всё в передаче смысла? Ну, я люблю, когда грамматика всё-таки правильная, вот. Но опечатки, мне кажется, это вообще такая ерунда, хотя к опечаткам всё время прикапываются, и говорят, ой, всё, я вас больше не буду читать. Это такая полезная статья, она поменяла мою жизнь, но опечатка испортила всё впечатление, но это ерунда, конечно. И на опечатки я не особо обращаю внимание, но, мне кажется, важно даже, пунктуация — это следствие того, как сформулирована мысль. Если пунктуация очень сложная, это сигнал, что какая-то слишком сложная, запутанная мысль, её надо распутывать. И, ну, это как раз такой критерий. Можно посмотреть на своё сообщение, если там слишком много запятых, точки запятой, то надо что-то упрощать. Упрощай. Смотри, ты находишься на самом, как бы, пике трендов, трендов в передаче смыслов, в общении с людьми, с сервисами. Ты являешься сооснователем, там, и редактором журнала для клиентов. Сегодня онлайн же, мы знаем, там, у небезызвестного банка, который говорит, что он самый большой банк в России, с точки зрения протяжённости, есть очень известный журнал, который читает много его клиентов. Я сам когда-то издавал корпоративные издания, будучи руководителем банка. Скажи мне, пожалуйста, какие тренды сейчас, нужно ли что-то для клиентов, нужно ли какие-то дополнительные внутренние смыслы, рассказы, чем живёт компания, или что-то ещё. Вот как ты считаешь, где мы находимся с точки зрения вот этих вот корпоративных изданий? Я думаю, что люди будут читать то, что помогает им решать их проблемы какие-то. Вот, а рассказы о том, какая у нас классная компания, никогда не помогает решать. Может быть, один раз им будет это интересно, но мотивация очень слабая прочитать это. Ну, а тренды, мне кажется, в том, что чтобы издание читали, очень важно всё время какие-то менять форматы, придумать что-то новое, потому что когда ты год выпускаешь одинаковые статьи, пусть они даже суперценные, но теряется интерес, и люди от этого устают. Поэтому надо вводить новые форматы, и это не только про текст, это про видео, про какие-то графики, инфографику, и, там, не знаю, статьи с гифками, и ещё что-то такое. Вот это, мне кажется, важно. И это как раз работа редактора, не в том, чтобы повычёркивать ненужные слова, а в том, чтобы развивать форматы. Ты подошла к очень важному моменту, новый контент. То есть мы понимаем, что со временем мы читаем всё меньше, 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 нам хочется посмотреть, нам хочется почувствовать, может быть, даже послушать. Как ты могла бы дать вот какой-то рекомендации развития видеоконтента? Насколько там важно сначала писать сценарий, учить, или что вообще, как текст трансформируется в видео, и всё равно впереди мы к этому идём? Ну, видео — это гораздо... Ну, это такой другой способ подачи информации, потому что, когда мы читаем статью, мы её можем пролистать, почитать в разном порядке, выдернуть один абзац и прочитать, и другой не прочитать. А в видео ты садишься и прям вот читаешь, слушаешь его последовательно. То есть если ты что-то... Если ты перемотаешь его, то можешь что-то уже упустить. Потерять смысл, да. Вот. И, ну, когда создаёшь видео, надо помнить об этом. И надо тоже в видео всё время удержать внимание. Вот как передача Парфёнова, да, когда он там чуть ли не вертолёт в студию привозил. Чтобы как раз управлять вниманием, да. Да, ну, и это работает как раз на то, чтобы человек хотел смотреть. Вот. А когда рассказываешь об абстрактных темах, например, о бухгалтерии, очень трудно... Ну, вертолёт тебе не поможет, потому что вертолёт никак в эту тему не впишется. Вот. И надо всё время придумать какие-то визуальные ходы. И это как раз самое сложное. На этапе сценария придумать визуальные ходы, которые заставят смотреть видео от и до. Мне кажется, что, ну, больше минуты-полторы видео очень плохо смотрят. Как нам сделать так, чтобы вот нашу программу, которая длится 45 минут, и она буквально заканчивая через несколько секунд уже, посмотрели. Что мы должны с тобой сказать в самом конце о том, почему так важно всё-таки уметь управлять смыслами? Потому что это влияет на репутацию, влияет на долгосрочное отношение с клиентами, и в итоге влияет на продажи. То есть, всё-таки в конце концов цифры. И если руководители, собственники, там, компании заинтересованы в том, чтобы у них рентабельность возрастала, качество людей, которые в них работают, тоже возрастало, и в целом их бизнес развивался, они должны управлять смыслами. Да. В этом смысле я бы хотел спросить, вот у тебя такая она непростая роль, то есть, если её сформулировать как миссия, в чём была бы тогда миссия Людмилы Сарычевой? Миссия в том, чтобы ориентироваться не на слова, а на смыслы. И одно дело, если ты рекламируешь смс-диеты Ксении Бородиной, у тебя, конечно, тебе, может быть, поможет накидать просто слов, там, суперэффективная диета, пять дней, шок, и написать, там, крупными буквами. Вот. А когда ты продаёшь какие-то более сложные продукты, для более вдумчивой и серьёзной аудитории, тогда, конечно, очень важно эти смыслы уметь доносить и выстраивать очень долгосрочные, такие последовательные, серьёзные отношения с клиентами. Спасибо тебе большое, сегодня было очень интересно, и мы, уважаемые наши зрители, рассмотрели ещё один аспект, ещё один элемент. Мы даём вам каждый раз какой-то инструмент. Ставьте задачи, ищите необходимые инструменты, управляйте смыслами, пишите правильно. Сокращайте. Сокращайте, да, и делайте так, чтобы люди, которые взаимодействуют с вами, с вашей компанией, будь то клиенты, будь то сами сотрудники, получали удовольствие, и вам действительно удавалось донести тот самый главный смысл, ради которого каждый из нас делает то дело, которым он занимается в нашей жизни. Спасибо вам большое, Людмила, большое тебе спасибо, и до встречи через неделю в программе «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко на радио «Медиа Метрикс». Пока.